Всех приветствую на канале. В этот раз ко мне попала на ремонт одна компактная кофеварочка под названием Arrieta Vintage с модельным номером 1389. И как ни странно, местами она оказалась весьма неплохой, как для китайского бюджетного рожка. Поэтому я решил, что будет интересно показать, что у нее и как. Показать все ее слабые стороны и даже то, чем она смогла порадовать. А досмотрев это видео до конца, вы узнаете, почему она оказалась одной из неплохих реализаций среди бюджетных аппаратов. Данный экземпляр произведен под брендом Arrieta. Что примечательно, это довольно древний по меркам производителей техники бренд, который был основан еще в 60-х годах Виталии. В 1995 году марку Arrieta выкупила британская компания Kenwood Appliance. Ну а уже в начале 2000-х компания DeLonge выкупила с потрохами эту Kenwood и ей достались и собственный сборочный завод в Китае и все торговые марки, среди которых была и Arrieta. В свою очередь DeLonge Group решили продолжать выпускать мелкую бытовую технику под этим брендом и позиционировать ее как бюджетный сегмент. Но хочу заметить, что касательно стандартов и конструкционных решений, по крайней мере среди кофеварок Arrieta, они никак не пересекаются с техникой самой DeLonge. Если кратко о компании и связи с кофеварками, то несмотря на то, что Arrieta зародилась в колыбели эспрессо варенья, да еще и в период, когда появились первые кофеварки и только ленивый не пытался сделать на этом себе имя первую свою кофеварку, Arrieta выпустили только в начале 80-х, но они были одними из первых, кто выпускал комбинированные эспрессо кофеварки. Ну а теперь вернемся к нашей модели. Конструктивно это простая классическая бойлерная кофеварка с механическими термостатами и алюминиевым бойлером, которую выполнили в якобы винтажном стиле с округлыми формами, большим стрелочным термометром и металлическими тумблерами. Дизайн чем-то напоминает Francis X1 с тумблерами и термостатом по центру. На коробке даже написано, что к дизайну приложил руку некий Франческо Курелли и даже фото есть, но вы вряд ли найдете что-либо об этом имени, так что можно считать, что это чисто маркетинговый ход. Итак, что же мне в ней понравилось? Несмотря на схожесть с Francis X1, корпус тут полностью пластиковый и довольно компактный. С одной стороны симпатично смотрится, но на деле не всегда практичен. Первым делом заметно выделяется довольно большая рабочая область, в которой служит решетка поддона для капель. Она покрывает всю переднюю часть от края до края и имеет достаточную перфорацию и скругленные края, что добавляет аппарату некой солидности. Эта часть выполнена из нержавейки, а не алюминия. Не облезет, не потемнеет и довольно устойчивая к механическим воздействиям, но от чашек потертости конечно останутся. При этом сам поддон и не такой вместительный, а белый пластик со временем перекрасится от остатков кофе и его уже будет не отмыть. Но не думаю, что это сильно критичный момент. На лицевой части имеем выразительный термометр и вроде бы это плюс и для удобства сделаны даже отдельные секции температур под эспрессо и пар, но не все так полезно как красиво и об этом я расскажу позже. В качестве кнопок тут стоят тумблера под ретро стиль, как у той же Фрэнсис. Выглядят вполне красиво и гармонично, но это китайские тумблера и они мне показались слегка хлипковатыми. Но думаю, что с ними особых проблем быть не должно, а если и вдруг будут, то это не какие-то уникальные кнопочки. И такие тумблера легко купить в большинстве радиомагазинов и они будут даже лучшего качества. Следующий момент это трубка пара. Хоть она и не на шарнире, но довольно удобно вращается и имеет силиконовую вставку ушка, чтобы не обжечься и одновременно для удерживания насадки. Сама насадка у нее из нержавейки в виде трубки с отверстием для подсоса воздуха, легко снимается простым стягиванием и далее мы имеем возможность взбивать молоко как на профессиональном стиммере. При этом наконечник выкручивается и его можно почистить, что дает однозначный плюс, так как у наконечника еще и мелкое отверстие, которое дает неплохую возможность для взбивания. К слову, эта насадка весьма неплохо взбивает пену, в отличие от насадок в виде колокола из пластика, что подойдет новичкам. Негатив у многих вызывает непривычное расположение стиммера слева, но это только дело привычки. Я легко перестроился на такое расположение, несмотря на то, что в моем домашнем аппарате стиммер справа. Раз уж коснулись стиммера, то тут стоит отдельным жирным плюсом отметить ручку пара. А все потому, что у нее кроме удобной ухватистой формы еще и силиконовая проставка вокруг всей ручки и это очень удобно. Когда рука мокрая, силикон не дает проскальзывать и вы спокойно без усилий повернете ручку. Этот момент мне очень понравился, особенно после унылого куска пластика NAL Elite Kate, которая стоит в районе 1000 долларов. Но только посмотрите, как она нелепо выглядит и при этом даже наличие мелких поперечных ребрышек не спасает от проскальзывания пальцев, когда они мокрые. Как можно было поставить такое на просюмерский аппарат, мне непонятно. Дальше мне понравилось то, что можно удобно отслеживать уровень заполненности бака для воды. Этого много где нету, а его часто не хватает. Особенно в таких маленьких баках, как тут. Это, кстати, минус. И минус то, что он вставляется сзади. То есть каждый раз, когда нужно будет добавить воды, аппарат придется выдвигать к себе, а потом заливать эту воду. Теперь заглянем внутрь. Разбирается она легко, но для снятия верха придется снять нижнюю крышку, под которой увидим сразу плату включения. Такие платы ставят для реализации функции автоотключения. Если посмотреть на саму плату, то она здесь не самым худшим образом сделана. Схема простая, полноценного блока питания в таком бюджете ждать не стоит. Но, как для китайца, типичное решение. На большинстве делонги применяются подобные решения, но немножко лучше исполнения. Похвалить можно как минимум за то, что она расположена подальше от узлов с высоким давлением. Для включения имеется кнопка без фиксации. Это обычная маломощная клавиша. Одно неудобно то, что она находится сзади. И каждый раз нужно тянуться рукой и искать ее там. К тому же, после нажатия нужно немножечко подержать ее для полного включения. Это своего рода защита от случайного нажатия. И переходим под верхнюю крышку. Тут имеется стандартный набор классической бойлерной кофеварки. Вся начинка тут размещена на отдельной пластиковой платформе, что дополнительно служит и термоизоляцией и вибропоглотителем. У делонги в этом плане используется металлическая платформа и она иногда добавляет звука от вибраций. Кроме того, когда начинает что-то подтекать, то такая платформа будет ржаветь, в отличии от пластика. Немного уделим внимание помпе. Помпа тут стоит не китайская и при этом не типичная бюджетная улька, а от самой компании CME, что на итальянском будет произноситься как «ЧИМИ». Это довольно известная итальянская компания, основанная еще в средине 70-х и занимается она производством различных насосов, клапанов, реле-давления и датчиков. К примеру, на многих машинах-автоматах и коммерческих итальянских машинах большая часть электромеханических клапанов будет от компании CME. К слову, сейчас это компания, которая владеет целым рядом брендов в этой сфере, среди которых есть и бренд «Улька», который они приобрели еще в 2006 году. Также CME открыли годом ранее завод в Китае и организовали производство продукции на азиатский рынок. В целом это довольно надежные помпы. В нашем случае помпа не разборная, как та же «Улька», но при желании разобрать ее все-таки можно. Единственное, что у них могло случиться, это от долгого простоя залипал силиконовый клапанок на выходе помпы, но его можно было поправить, не разбирая саму помпу. Так что можно сказать, за помпу тут плюс однозначно. Дальше у нас бойлер и тут не сказать, что это сильная сторона у аппарата. Потому что он из алюминиевого сплава и большинство таких бойлеров у китайцев сильно гниют от постоянного контакта с водой. Также им нужна более регулярная декальцинация. Объем этого бойлера 160-180 мл. Это средний показатель среди бойлеров в бытовых рожках. Также тут влитой ТЭН мощностью до 900 Вт, как на нем самом написано. То, что он влитой и неплохо и нехорошо. Учитывая, что он влитой, то сам он с водой не контактирует, а это плюс в сторону долговечности. Но учитывая китайское качество ТЭНов в подобных кофеварках, то они долго тоже могут не жить. Тут в случае выхода из строя только полная замена бойлера поможет. Да, они продаются, но ценник не всегда может быть адекватный и найти в основном можно на европейских сайтах. Что стоит еще упомянуть о бойлере, так это крепление термостатов, которое выполнено гораздо лучше, чем у тех же Делонги на нержавеющих бойлерах. А это, как минимум, снижает процент разбежности температур нагрева от экземпляра к экземпляру. Также проводка к ним не приваривается, а на разъемах, что позволяет их заменить в случае поломки без лишних проблем. Ну и последнее из того, что стоит отметить по внутрянке, так это кран пара. Тут он выполнен в отдельном корпусе из латуни, который крепится двумя винтиками к корпусу аппарата. Далее также добавлю, что у большинства кранов пара есть определенный ограничитель на выкручивание штока или буксы. Это для того, чтобы пользователь не смог выкрутить до самого конца и вынять этот шток из корпуса, тем самым обжечься паром. Есть разные реализации этих самых ограничителей. Самый ужасный, это как на некоторых сайковских и гаджиевских латунных кранах, у которых стоит стопорная шайба и завальцовка на заводе, что не дает нормальной возможности обслужить такой кран, даже банально заменить уплотнитель, когда он износится. Только полная замена самого крана, что недешево. Тут же сделали самым гуманным образом, со съемной скобой. Если кран начинает протекать, то можно снять скобу, выкрутить шток, заменить уплотнитель и собрать обратно, что под силу большинству. За это от меня лично жирный плюс. Ну а теперь перейдем к тому, что мне не очень понравилось. Первое из самого заметного, это как раз термометр на лицевой панели. Смотрится он интересно, но это китайский термометр. К примеру у Фрэнсис Х1 стоял итальянский и тот был недостаточно точным, а главное быстрым. Этот тип термометра простым языком называется капиллярным. Состоит он из капсуля или зонда, медной капиллярной трубки и медно изогнутой по спирали трубки. Ее еще называют трубкой Бордена. В принципе ее работа сводится к тому, что внутри этой замкнутой системы имеется газ, чаще всего это азот, который при нагреве капсуля будет расширяться и создавать давление на трубку Бордена, которая будет двигать стрелку. Одним словом, это механизм, который способен обладать точностью до 1 градуса, но очень зависит от качества исполнения, которого тут нет. К тому же эти термометры медленные и не успевают показывать динамику смены температуры в реальном времени. Одним словом, этот термометр скорее всего чисто игрушка для того, чтобы ориентироваться как долго ждать нагрева. Дальше проблема посерьезнее, а именно предохранительный клапан. Аппарат ко мне попал как раз с проблемой лопнувшего предохранительного клапана. Сам клапан сделан из прозрачного пластика и выполняет роль предохранителя от высокого давления и он же стравливатель пара во время нагрева, чтобы с группы не капало. Конструкция тут специфическая, а именно крепление выхода на бойлер, где высокое давление держится на трех защелках. Это позволяет его удобно вращать, но пластик оказался хрупким и защелка лопнула, уплотнительное колечко выдавило наружу и вода пошла внутрь аппарата. Но тут предусмотрели подобные моменты и сделали для дренажа отверстия и по ним вода просачивалась под кофеварку вместо того, чтобы заливать внутрянку. Как оказалось, эта деталь очень часто ломается и как правило может не выхаживать даже гарантийный срок. Я заменил его на клапан, который ставят в кофемашины автоматы Делонги, они беспроблемные и ходят долго. Еще что не очень понравилось это рожок. Он не стандартного диаметра и корзины также чуть больше. Стандартный темпер например на 58 мм немножко болтается, так как диаметр комплектной корзины был 60 мм. Подобные рожки можно встретить и на других китайцах. К примеру, у меня была пара Эйленбергов с таким же рожком. Сама чаша рожка алюминий. Вместо скобы для фиксации корзин тут бороздка, что не особо удобно. Рукоять пластик. Выглядит неплохо, но на ощупь легкая. Может поскрипывать. Тут к примеру уже начала облазить краска. Корзины простые, к ним идет силиконовая проставочка для улучшайзинга и пластиковый распределитель, без которого улучшайзер не сможет работать. Ну а больше всего расстроила группа. Ее сделали в году универсальности, чтобы можно было и чалды использовать и молотый кофе. Это универсально сделает только хуже, так как таблетка не полностью покрывается экраном группы и вода смачивает всю таблетку неравномерно, от чего страдает экстракция. Но есть и положительные моменты. Байонетт группы алюминиевый, а не пластик. И винт держащий экран группы сделан под шестигранник, а это делает удобным его выкручивание с помощью маленького ключика для чистки ухода. Ключикам делать это удобнее, чем маленькой отверткой. Стоят эти ключики дешево, продаются наборами, можно всегда подобрать нужный диаметр. Единственное было бы неплохо, если бы он был в комплекте, но его не было. Наверное, из таких заметных минусов это все, что мне удалось увидеть. Конечно, аппарат не лишен недостатков, но при должном уходе он живучий. Поддается ремонту, электроники в нем минимум и ту можно обойти в случае поломки. За исключением клапана, серьезных проблем, которые могут возникнуть в нем, немного. Да, бойлер требует ухода и тен незаменяемый, но и в более технологически продвинутых аппаратах на термоблоках. Тен влитой также. И замену нужно делать всему термоблоку. В плане того, насколько вкусно готовит кофе эта модель, то скажу, что если использовать лучшайзер, то вкус не особо будет отличаться от любого подобного бытового аппарата. Но если подобрать помол и сделать шот без лучшайзера, то это уже будет заметно лучше. А так как эта модель довольно легко разбирается, то можно поставить и OPV клапан и настроить давление и получить более хороший результат, как для бытового рожка. Стоит ли покупать эту модель? Если стоит выбор между бюджетными китайцами и этой Ариетой, то я бы взял Ариетой. Но если выбирать между классической Де Лонге или Поэмией на нержавейке, то я бы наверное брал что-то на нержавейке. Брать со вторички можно, но при условии, что вы сможете ее обслужить или для вас не составит труда разобрать и заменить клапан. Если нужно, пишите, я подскажу, какой лучше поставить. В остальном, я думаю, что аппарат вполне сгодится в качестве первого аппарата для знакомства с эспрессо и дальнейшего перехода на гаджу или просъемер. На этом буду заканчивать. Подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь своими мыслями в комментариях.